А сейчас, уважаемые телезрители, скорее отставьте в сторону чашки с кофе или чаем. Бросайте зубные щетки, если вы находитесь в ванной комнате, и скорее к телевизорам, потому что следующую информацию просто нельзя пропустить. Дело в том, что с 20 мая изменилась схема движения по центру Красноярска. С чем это связано? И надолго ли такие неудобства для автолюбителей? Каких ошибок им можно избежать, расскажет наша коллега Надежда Семендяева. Сегодня она в течение эфира объедет все самые сложные перекрестки и улицы с односторонним движением. Ну вот мы уже видим Надежду. Надя, доброе утро! Доброе утро, тебе слово. Доброе утро, Настя Игорь. Для нас оно еще и бодрое, потому что с самого-самого утра мы работаем на улице. Но на улице работаем сегодня не только мы. Обратите внимание, еще работает очень много инспекторов ДПС на улицах. Они работают на тех перекрестках города, где кардинально меняется схема движения. И вот рядом со мной сейчас находится Дмитрий Владимирович Милехин, начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД, который мне расскажет, как же все-таки изменится схема движения. Дмитрий Владимирович, скажите, сколько таких мест, где схема движения поменяется в городе? Здравствуйте. Таких мест у нас в городе основных ключевых пять, где кардинально изменена схема организации дорожного движения. На всех таких местах будут работать инспекторы ГИБДД для того, чтобы сориентировать водителей, обратить их внимание на установленную дорожно-знаковую информацию и не допустить нарушений правил дорожного движения. Ага. Скажите, пожалуйста, мы находимся сейчас на перекрестке обороны Лебедевой улиц. Насколько серьезны здесь изменения? Как здесь изменилась схема движения? Здесь улица обороны на протяжении от Лебедевой до улицы Республики развернута, так скажем, в обратную сторону, одностороннее движение. Это сделано для того, чтобы образовать так называемые квартальные кольца. То есть по расчетам управления дорог это позволит разгрузить центр города. То есть я правильно понимаю, здесь раньше был какой-то левый поворот разрешен, например, с улицы Лебедевой на улицу обороны, а сейчас он запрещен? Совершенно верно. С улицы Лебедевой автомобили могли попасть на улицу Республики через улицу обороны. Сейчас нельзя? А сейчас наоборот с улицы Республики на улицу Лебедевой. Ага, вот мы пока готовились к прямому эфиру, уже видели с вами водителей, наверное, 20, которые пытались проехать, но вот пока здесь стоят инспекторы и им не дают. А когда инспекторов не будет, какие будут санкции, скажем так, за это, какие наказания их ждут водители, которые нарушат? Действительно, в настоящее время инспекторы больше работают на профилактику, обращают внимание водителей на изменившуюся дорожезнаковую информацию. Ну а в целом за нарушение подобных требований водителями установлена ответственность административная в виде лишения от 4 до 6 месяцев, либо штрафа на сумму 5000 рублей. Лишение, то есть прав. Я понимаю, что водители могут еще и лишиться прав за то, что нарушат. Совершенно верно. Ага, тогда давайте мы еще раз напомним, какие улицы, на что им обращать внимание, на знаки, на каких улицах? Ну это прежде всего улица Диктатуры, там введено одностороннее движение на всем ее протяжении. Изменена схема на улице Декабристов, также введено одностороннее движение в сторону улицы Дубровенского. Ну и где мы сейчас находимся, это улица Обороны. Ну что же, Настя, Игорь, мы на этом с вами пока прощаемся, но мы обещаем объехать еще одну, скажем так, болевую точку Красноярска-перекресток, который также для водителей очень важен. Ну а всем зрителям хочется сказать, обратите внимание, сейчас на улице прохладно, но мы знаем, что погода днем изменится. А какой она будет, мы узнаем далее.